Название эта овощная культура получила от латинского слова радикс, что означает корень. Редьку культивировали еще в Древнем Египте. Римский историк и писатель Плиний сообщает, что египтяне получали из ее семян масло и она была одной из ведущих культур. Редька огородная, двулетнее растение из семейства крестоцветных. Корни белые или темные, острые на вкус. У разновидности редьки, однолетнего редиса, корни менее остры. Есть много сортов редьки и редиса, отличающихся по вкусу, форме и цвету клубня, времени созревания. В пищу корнеплоды употребляют в виде салатов и приправ, обычно с маслом или сметаной. Редька и ее полезные свойства. Что же касается вкусовых качеств, зависят они от эфирных масел. А острота обусловлена гликозидами. В редьке содержится сахар, клетчатка, жиры, ферменты, витамины с 0,12% и значительное количество солей калия. В редисе витаминов больше, чем в редьке. Это следует учитывать весной, ведь редис – скороспелая культура. А вот зимой и ранней весной, когда особенно ощущается недостаток витаминов, значительно возрастает ценность редьки. Еще древнегреческий ученый Диаскорит 40-90 год нашей эры, отметил, что редька способствует пищеварению, а величайший врач древности Галин советовал употреблять ее для возбуждения аппетита. Редька и ее полезные свойства Редька возбуждает аппетит, стимулирует выделение желудочного сока и этим способствует улучшению пищеварения. Благотворное влияние на деятельность кишечника оказывает также клетчатка, усиливающая перистальтику. Кроме того, клетчатка способствует также выделению из организма избыточного холестерина. Что имеет существенное значение в профилактике атеросклероза. Редька противопоказания, однако при язвенной болезни, воспалениях желудочно-кишечного тракта и печени. Тяжелых заболеваниях сердца употребление редьки и редиса не рекомендуется. Редька как средство от кашля и лечения верхних дыхательных путей. Широко применяют редьку как лечебное средство в народной медицине. Так, при коклюше, катаре, верхних дыхательных путей и бронхитах используют сок редьки с медом или сахаром. Пропорция 1 к 1. Этот сок – отхаркивающие и успокаивающие кашель средства. Принимают его по столовой ложке 3-4 раза в день. Сок принимают также при туберкулезе легких. Готовят его следующим образом. В целой крупной редьке выдолбливают ямку и кладут в нее мед или сахар, который вскоре смешивается с соком редьки. Такой сок принимают по 1,5 стакана в день. Употребляют сок также как мочегонные и растворяющие камни средства при мочекаменной болезни. Редька и наружное применение сока популярны и наружное применение сока. Им пользуются для растирания больных мест при ревматизме, подагре, миозитах, невритах и радикулитах. В этих случаях втираемая в кожу свеженатертая редька действует раздражающе, подобно горчичнику. Сок и тертая редька ускоряют заживление гнойных язв и ран, поскольку обладают антимикробным действием. По-видимому, такое действие объясняется наличием в редьке бактерицидного вещества – лизоцима. Выраженные антимикробные свойства присущие семенам редьки, особенно черной. Их растирают в измельченном виде, с небольшим количеством воды и применяют для наружного лечения медленно заживающих гнойных ран, язв и экзем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова